Один способ доказательства теоремы Гаусса уже был. Сейчас давайте рассмотрим еще одно доказательство. Оно использует функцию рейгера. Напомню, что такое функция рейгера. Это количество элементов мультипликативной группы кольца Z, O, N, Z. Те, кто не хотят говорить о алгебре, могут сказать попросту. Нужно рассмотреть количество таких чисел, что они от единицы до N. И наибольший общий делитель, K и N, равен N. Вот что такое F от N. Функция рейгера – это количество чисел взаимно простых с N и непревосходящих N. Мы уже знаем формулу. И вот, оказывается, очень легко вывести теорему о существовании первообразного корня из вот этой формулы. Делать мы это будем индукцией по порядку. Давайте вспомним, что здесь написано. Дано простое число B. R – это делитель числа на B-1. Мы хотим доказать, что элементов порядка R в точности F от R штук. Взяв в качестве R само число по минус 1, мы получаем, что есть F от по минус 1 первообразных элементов. Замечательно. Давайте это делать индукцией по R. То есть двигаться, начиная с маленьких чисел. P – фиксированное простое число. Двигаться с маленьких чисел по возрастанию. Если R равно 1, база индукции, проблем совершенно никаких нет. Потому что элементов порядка 1, ровно 1 – это, собственно говоря, остаток, единица. Все понятно? Пусть для всех чисел от единицы до какого-то мы все доказали. И сейчас берем очередное число. Для всех меньших делителей числа B-1 считается, что он все знает. Рассматриваем очередной делитель. Отлично. Смотрите, вообще-то у числа R у самого есть делитель. Вот эта формула верна для любого надправленного числа. Значит, я могу сюда в частности написать то самое число R. И при этом для всех чисел D, меньших R, мы знаем, что вот эта самая величина φ – это количество элементов порядка D. По индукции для всех меньших чисел D считается, что все знает. Понятно? Отлично. А сейчас нас интересует, сколько элементов порядка R. Оказывается, это очень легко понять. Смотрите, что такое элемент порядка R. Это значит, что если развести это число в степень R, то будет единица. А в меньшую степень единица не получится. Отлично. Отлично. Так вот, видно, что нам нужно доказать такую лему. Вот это сравнение. Для любого делителя числа P минус 1 имеет в точности R решение. Смотрите, какая делительница. Смотрите, какая делительница получается история. Вот у нас есть всевозможные делители числа L. И для них мы уже все знаем. Если мы будем знать, что у этого сравнения в точности R решений, и при этом для элементов меньших порядков мы знаем, что ровно их сколько надо, то есть берем какой-нибудь D, и вот элемент порядка D будет в точности F от D штук, то замечательно, мы должны из R, из всех корней этого уравнения, вычесть сумму F от D, где D это делитель числа R, причем D меньше, чем R. И тогда мы получим в точности элемент порядка R. Ведь что такое элемент порядка R? Это решение вот такого сравнения, которое не является решением сравнения X в степени D сравнима с единицей, когда D делитель числа R и D меньше, чем R. Ну, замечательно. Значит, вот благодаря этой формуле, давайте я ее напишу, хотя, по-моему, это, в общем, и так понятно, перепишу ее в таком виде. Вот одно слагаемое оставлю слева, F от R, а все другое переброшу направо. То есть F от D, где R делится на D, и при этом R больше, чем D. Все слагаемые, кроме одного, переброшу направо. И в точности получается, что R корней вот этого уравнения минус все предыдущие. И значит, действительно, ровно сколько надо. Отлично. Осталось разобраться с этим. Так это легко. У нас была малая теорема формулировка, помните, как на одной формулировке записывалась? X в степени P минус 1 сравнимо с единицей. Был такой? Для любого числа X, не делящегося на P. И была еще другая формулировка. Что если взять X в степени P минус 1 и вычислить за 2 единицу, то это то же самое, что X минус 1, X минус 2, X минус 3 и так далее, X минус 4 плюс 1. Правильно? Если у нас есть P минус 1 число, 1, 2, 3 и так далее, P минус 1. Вся икорния, то многочлен вот так вот раскладывается. Отлично. Так все, что сейчас нужно сказать, это то, что X в минус 1 минус 1, вот такой многочлен, делится на X в степени R минус 1. Это любимая формула из школьного алкоголя. Давайте я ее напомню, конечно, но вообще-то это известная вещь. Представьте себе, что у нас P минус 1 это R умножить на M, где им какое-то нейтральное число. Когда X в степени P минус 1 минус 1, это есть X в степени F и R минус 1, то есть это X в степени R минус 1 умножить на формул суммы геометической прогрессии. Значит, для любого делителя R числа P минус 1 X в R минус 1 является делителем. У этого многочлена было P минус 1 корня. Он разлагался на линейные множители. Значит, часть этих множителей, а именно ровно R штук, дают вот этот многочлен. Я сейчас фактически пользуюсь основной теоремой арифметики для многочленов. Ведь что я сейчас говорю? Вот у нас многочленов у нас разложен на линейные множители. Замечательно. А здесь он разложен по-другому. как R-т степень и R минус R-т степень. Так я говорю, что нет никакого способа, кроме того, что ровно R тех скобок перенести сюда, это прямое следствие основной теоремой арифметики для многочленов. К счастью, ничего сверхъестественного для доказательства основной теоремой арифметики для многочленов нет. Я объясняю, почему. Помните, у нас было доказательство Евклида, когда деление с остатками. У нас там была такая штука деление с остатками. Что там было важно? Что мы умеем ввести такую величину, скажем, для целых гауссовых чисел это была сумма квадратов координат. Для обычных целых чисел это модуль. Мы умеем делить с остатками. Для многочленов есть деление уголком. Когда у вас есть многочлен, то имеет смысл смотреть на его степень. И, соответственно, если у вас есть многочлен какой-то степени, то разделить с остатком вот здесь многочлен F и многочлен G. Разделить с остатком это вот что такое. Написать, что многочлен F есть произведение G умножить на какой-то многочлен плюс какой-то там остаток. При этом требуется, чтобы либо R равнялся 0, либо степень многочлена R была бы меньше, чем степень G. Я не буду честно напоминать, как вы делаете уголком. В общем, считаю, что все очевидно. В общем, господа, если верить, что мы умеем делить многочленным уголком, то ровно так же, как по Евклину доказывается основная теорема альф-медзи для чисел, ровно так же доказывается и для многочленов, мы получаем, что вот это вот X степень R минус 1 это есть произведение каких-то R из этих скобок и значит корней у этого многочлена действительно ровно R штука. Вот. По-моему, очень такое убедительное доказательство теоремы Гаусса о существовании правообразного уголя.